Продолжим информационный час. Смотрите сегодня выпуски. В парламенте рассмотрели инициативу о запрете онлайн-кредитования. Какой вердикт вынесли народные избранники? Необходимо сейчас, учитывая высокую закредитованность населения. Дороги влияния в Казахстане появится рейтинг Акимов. Позиция глав городов и регионов будет напрямую зависеть от удовлетворенности казахстанцев дорогами. О том, что думают об этом отечественные автолюбители, расскажу я, Мира Жанова. Борьба за жизнь. Молодая алматинка, испытывающая тяжелые приступы эпилепсии, просит помощи. Ануар Амангельдинов. О том, есть ли шансы побороть недуг и что для этого требуется. Девушке приходится регулярно проходить осмотр врачей. Начинаем выпуск. Мощный поток воды обрушился на населенные пункты Кигенского района Алматинской области. Видео в социальных сетях публикуют местные жители. На кадрах видно, как вода смывает все на своем пути. Топит дворы и улицы. Разлив произошел по улице Акшоке в селе Туминбай. По данным пресс-службы ДЧС области, причиной стихийного бедствия стал склоновый сток дождевых вод. О жертвах и пострадавших не сообщается. Тем временем в Жамбылской области сошел мощный сель. Стихия обрушилась в районе села Улькен-Курдайского района. В результате были повреждены несколько построек. Погиб домашний скот. Как сообщили в МЧС, происшествие возникло из-за обильных осадков. Жертвы пострадавших нет. В четырех километрах от села Шербаты из-за продолжавшихся дождей также произошло резкое поднятие уровня реки Аргайта. В это время на берегу находились 11 человек. Одну машину отдыхающих смыло с сильным течением. Оказавшиеся на островке люди спасены, сообщили в областном ДЧС. Обрушился сильный ливень сегодня и на Алматы. В результате подтопило дворы и улицы, а в центре города загорелся троллейбус. Потоки дождевой воды привели к короткому замыканию, из-за чего произошло возгорание крыши общественного транспорта. Пострадавших нет. Водитель успел вовремя эвакуировать пассажиров и самостоятельно потушил огонь до приезда пожарной бригады. В некоторых частях города под водой остались подземные переходы. Движение автотранспорта было затруднено. К данному часу последствия непогоды устранены, сообщили в городском управлении развития коммунальной инфраструктуры. В целях предупреждения, ликвидации подтоплений, организованные районными актематами бригады в количестве 682 человека, 245 единиц техники, 24 мотопомпы работают, 1950 мешков с песком заготовлено, чтобы подтопление убирать частного сектора. Для того, чтобы предотвратить подтопление, в Алматы разработали план модернизации рычной сети и водохозяйственных объектов. На пересечении улиц Улукбека и Сайна ведутся работы по экстренному подключению арыков к существующему коллектору, что разгрузит систему и уменьшит поток воды, уходящей в нижние части города. Модернизация ведется также на регулярно подтапливаемых участках улиц Толибид, Ясауи, Мамушола и проспектора Имбека. Для отвода дождевых и талых вод на территории мегаполиса лишь четыре коллектора соединены с арычными сетями. Остальные 12 бесхозные и не обслуживаются. На западе Казахстана продолжаются поиски восьмилетнего мальчика. Накануне его унесло на надувном матрасе на озере Шалкар. Спасать его отправился дедушка, но и он не вернулся. Пожилого мужчину позже удалось найти на противоположном берегу. Он рассказал, что мальчик все время был на виду, но после его унесло ветром. Поисками пропавшего занимаются спасательные бригады и вертолет Казавиаспаса. Четыре человека погибли и пятеро пострадали при крушении Ил-76 в России. Военно-транспортный самолет совершил жесткую посадку из-за неисправности двигателя и частично разрушился на земле. В Минобороны сообщили, что все пострадавшие, доставленные в медучреждения, на транспортном самолете Ил-76 проводился учебно-тренировочный полет без груза. После выявленной неисправности двигателя экипаж принял решение посадить судно на грунт. Украинские войска покидают Северодонецк. Об этом сообщил глава региона. По его словам, солдаты займут другие позиции, чтобы более эффективно противостоять врагу. Киев заявляет, что в ходе конфликта российские солдаты совершают от 200 до 300 военных преступлений в день. Москва обвиняет украинских военных в убийстве своих же солдат, пытавшихся сдаться в плен. Обе стороны отрицают выдвинутые обвинения. Рустамар Албаев следит за развитием событий. Российские войска продолжают продвигаться на востоке Украины. За сутки были захвачены еще два села. Не прекращаются обстрелы города Лисичанск. Местные власти говорят, что на сегодня нет ни одного безопасного населенного пункта. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территорию Украины. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены. 211 самолетов, 132 вертолета, 1329 беспилотных летательных аппаратов, 349 зенитных ракетных комплексов, 3750 танков и других боевых бронированных машин, 647 боевых машин реактивных систем залпового огня. На саммите Евросоюза в Брюсселе Украина получила статус страны-кандидата. Этот шаг, хоть и не дает полной гарантии на вступление, все же является актом весомой поддержки. Владимир Зеленский выразил благодарность участникам саммита. Саммиту у всех лидеров Европы. Спасибо саммиту всех лидеров Европы. Спасибо нашим героям, каждому и каждой, кто с оружием в руках защищает свободу Украины и всей Европы. Спасибо. Спасибо за то, что делаете возможной новой историей Европы, еще более сильной, еще более великой. Слава Украине! Ранее США и Украина заявили о совместных мерах по экспорту зерна. Эта мера направлена на помощь Украине и решение продовольственного кризиса в мире. Однако, по сведениям американской разведки, российская армия получила приказ установить мины в портах Одессы и Очакова и уже заминировала район Днепра, чтобы блокировать поставки зерна. Рустам Аралбаев, телеканал Алматы. И к новостям в нашей стране. Стоимость бензина и дизельного топлива пересмотрят в некоторых казахстанских регионах. Проект приказа об изменении розничных цен на ГСМ уже разработали в Минэнерго. Однако, одобрят ли документ, неизвестно. Пока он размещен на портале «Открытые НПА». Публичные обсуждения проекта продолжатся до 8 июля. Какие области может затронуть изменение цен на топливо, знает Мираль Жанова. На сегодня топливо марок АИ-92 и АИ-93 во всех регионах страны стоит 182 тенге. В Кустанайской и Североказахстанской областях его продают по 187 тенге за литр. Ранее глава Минэнерго Булат Акчулаков заявлял, что цены на ГСМ планируют повысить. Честно говоря, если бензин марок АИ-92, АИ-93 будет стоить 182 тенге за литр, в последние полгода мы побеседовали с потребителями, посоветовались, обменялись мнениями. Возникла такая проблема. Северный регион является одним из удаленных от нефтеперерабатывающих заводов. И туда не могут их доставить по 182 тенге. Возможно, к установленной добавят 1-2 тенге. Несмотря на то, что цены на дистопливо остались прежними в Восточном и Западном Казахстане, в Акмолинской, Актюбинской, Кустанайской, Североказахстанской областях, а также в Абайском регионе цену на бензин планируют повысить до 260 тенге за литр. В остальных же областях его цена составит 230 тенге за литр. Казахстанцы уже выступают против повышения цен на ГСМ. Достаточно для многих большая статья расходов. Многие ездят на личном транспорте. На общественном транспорте, наверное, тоже не очень хорошо. На производстве. Наверное, не очень хорошо. В целом, хорошо, когда цены на топливо пониже. Очень отрицательно. Это ужасно. Цены растут, как грибы после дождя. И куда это катится, и как долго это будет продолжаться, нам интересно узнать. Вообще это плохо. Имеем все свое. Почему бы цены не сделать ниже. Мораторий прошел, насколько мне известно. Я думал, цены так и останутся. Небольшое повышение цен на бензин целесообразно, считает эксперт Олжас Байгельдинов. По его мнению, во-первых, нефтепродукты в Казахстане намного дешевле, чем в соседних странах. Рыночное равновесие все-таки должно соблюдаться. Во-вторых, за последние 20 лет в стране не запускаются новые нефтеперерабатывающие заводы. Другая проблема заключается в том, что инвесторы не заинтересованы в дешевой нефти, говорит эксперт. Ни один иностранный инвестор не заинтересован в том, чтобы приходить сюда, вкладывать сюда доллары и в конце получать регулируемые цены в тенге, дороже которых ты не можешь продавать. Естественно, это никому не будет интересно. Сейчас у нас литр нефти сырой стоит дороже, чем литр 92-го бензина обработанный. Я этот пример всегда привожу. Это все равно, что у нас в Казахстане сметану продавали бы дешевле, чем молоко. По словам Ужаса Байдельдинова, в случае, если цены на бензин марки АИ-95 отпустят свободное плавание, многие начнут массово потреблять АИ-92. Это, в свою очередь, может привести к его дефициту в конце года. Поэтому отмена системы стабилизации цен – оптимальное решение для выхода из сложившейся ситуации. Мираль Жанова, Собъект Тойбек, Даниэр Умар, телеканал Алматэ Нурсултан. Ситуацию с нехваткой газовых заправок в Алматы сегодня прокомментировали в Управлении городской мобильности. Там сообщили, что пробки на действующих станциях образовались из-за закрытия трех из них на ремонт. Ранее водители экологичных автобусов пожаловались на то, что вынуждены часами ждать очереди на газовых заправках. Когда в мегаполисе ждать газовые развязки, выяснял Рустам Ралбаев. Я вернулся домой в 3.30 ночи. Поспав всего час, снова вышел на смену. Это же невозможно в таком режиме работать. Мы ведь отвечаем за пассажиров, которых везем. Проблема коснулась только водителей автобусов на газе. По их словам, смена начинается в 6 утра и заканчивается в полночь. После этого им еще приходится томиться в очереди за топливом несколько часов. В этой колонне десятки водителей общественного транспорта ночами напролет стоят в очереди за топливом. И такая ситуация на каждой газозаправочной станции, поскольку они просто не справляются с нагрузкой. Помимо этого, выстроенные в колонны автобусы мешают и движению простых водителей. Водителям пообещали оплатить время вынужденного простоя. Однако эта проблема доставляет неудобства не только им, но и рядовым горожанам. Одни вынуждены объезжать автобусные колонны, другие – подолгу ждать общественный транспорт на остановках. Эта очередь создается для заправки этого автотранспорта, что в действительности мешает другим водителям передвигаться и создает большую аварийную ситуацию. По словам водителей, на заправку уходит 15-20 минут. А заправочных станций, где обслуживаются автобусы, всего три. Оттуда и бесконечные очереди. За сутки 150. Круглосуточно заправка работает и всё время? Круглосуточно работает, да. Постоянно заправляем. Ночью перегоны переезжают с автопарков. Их заправляем. В управлении городской мобильности объяснили, что проблема появилась из-за закрытия на ремонт трёх заправок города. 15 июля, вот следующий месяц, 15 июля, ожидается ввод в эксплуатацию после ремонта одной станции. Остальные два будут отремонтированы до конца текущего года. Кроме того, 20 июля у нас запускается частная компания, частная компания запускает ещё один АГНКС для заправки газовых автобусов. В управлении заверили, что открытие новых станций решит проблему очередей. А для того, чтобы в будущем ситуация не повторилась, в следующем году планируется открытие ещё двух газовых заправок. Рустам Аралбаев, Санта Монайтпасов, телеканал Алматы. Новый генплан Алматы планируется разработать до конца года. Об этом сказал Аким города Ербулат-Досаев на встрече с жителями Алмалинского района. Новый документ рассчитан до 2040 года. Каким видится Алматы будущего, узнаем у заместителя директора по архитектуре Алматы Гипрогор-1, Алтая Сытыбалдеева, он в нашей студии. Алтай Амарович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, новый генплан Алматы обещает завершить до конца этого года. Каким будет документ и что в него планируется внести? Прежде всего, я хотел сказать, что основная цель – это продлить горизонт принятия решений до 1940 года, поскольку для этого был только 1930 год, и необходимо было подготовить адекватные ответы на те вызовы, которые сейчас встали перед городом. Это прежде всего новые подходы к формированию полицентров, развитию инфраструктуры. И понятно, что к 1940 году город будет дальше развиваться, соответственно, будет увеличение населения. И поскольку у нас мера всему человек, то, соответственно, эти все потребности необходимо будет все решить в новом генеральном плане. В новом генеральном плане, естественно, будут новые потребности во всех ресурсах. Надо будет, чтобы эти заново посчитать, хватит ли этих ресурсов на развитие города до 1940 года. Это один из таких новых вызовов. Ну и, соответственно, здесь же надо будет решить вопросы взаимодействия развития города с агломерацией. Интеграция всех его систем с развитием и агломерацией города. Здесь очень важные и серьезные задачи стоят. Все это будет решаться в новом генеральном плане. Со следующего года будет конкурс на архитектурный образ. Какие проекты будут рассматриваться и кто намерен в нем участвовать? Во-первых, это тоже анонсировал Аким Города. Я понимаю таким образом, что все новые проекты, которые будут важными для развития города, они будут выноситься на конкурсной основе. То есть все проектные организации, которые сейчас имеются в городе, они будут в открытом конкурсе доказывать те или иные идеи, которые требуются для города. Но понятно, что сейчас невозможно сказать, какие именно будут проекты представлены на конкурсе. Но по словам Акима Города, это все объекты, которые будут иметь значение для социального и экономического развития города. Это новые жилые массивы, это новые объекты, которые, центры, которые необходимо будут решать именно на конкурсной основе. Это было требование и профессионального сообщества, и нашлось в отклик и в руководство города. Скажите, пожалуйста, как обстоят дела со строительством большой Алматинской кольцевой автодороги? На каком этапе сейчас проект? Нет. Ну, большая кольцевая автомобильная дорога Алматина сейчас находится в стадии строительства. При начале строительства было анонсировано, что окончание будет в 2023 году. Но я думаю, что вот те, значит, ситуации, та ситуация, которая сейчас сложилась, это и пандемия и так далее, может повлиять на окончание сроков. Но я думаю, незначительно. Я думаю, в худшем случае в 2024 году строительство Бакада будет закончено. Но сам Бакад, он не только как автодорога. Это система транспортная, которая должна быть ввязана с городом. Это строительство, пробивка новых магистралей, которая должна соединиться с Бакадом. И только тогда Бакад примет такую системную основу и будет решать те задачи, которые на него сейчас возлагаются. Это, значит, увод транзита из города и распределительные функции для транспортной системы города Алматы. Вот я думаю, что здесь неоднозначно, то есть должны быть и областью, и городом выполнены определенные мероприятия для того, чтобы увязать систему города с Бакадом. Хорошо. Хорошо, спасибо большое, Алтай Умарович. Всего вам самого наилучшего. А я напомню, что об алматинском генплане мы говорили с заместителем директора по архитектуре Алматы Гипрогород-1 Алтаем Сатыбалдеевым. Уважаемые телезрители, вы смотрите новости. Далее выпуски. Дороги влияния в Казахстане появится рейтинг Акимов. Позиция глав городов и регионов будет напрямую зависеть от удовлетворенности казахстанцев дорогами. О том, что думают об этом отечественные автолюбители, расскажу я, Мира Жанова. Борьба за жизнь. Молодая алматинка, испытывающая тяжелые приступы эпилепсии, просит помощи. Ануар Амангельдинов о том, есть ли шансы побороть недуг и что для этого требуется. Девушке приходится регулярно проходить осмотр врачей. Вы смотрите новости, мы продолжаем. В Можелесе парламента отклонили инициативу о запрете на онлайн-кредитование. Ранее с подобным предложением выступили депутаты партии АКЖО. По мнению народных избранников, микрозаймы загоняют людей в серьезную кабалу. В свою очередь, финрегулятор считает, что это приведет к ряду необратимых и неблагоприятных последствий. Подробнее об этой теме расскажет Дамир Анитов, он уже в студии. Дамир, собственно, о каких последствиях идет речь? Диаз, ну подводных камней, как говорится, немало. Сейчас все объясню по порядку. Инициативу запрета онлайн-кредитования депутат фракции АКЖО предложила еще в мае. Дания Испаева аргументировала это тем, что по вине микрокредитных организаций многие жители погрязли в онлайн-долгах и стали невольными жертвами мошеннических схем. Необходимо сейчас, учитывая высокую закредитованность населения, прекратить выдачу онлайн-займов. Потому что это связано, первое, с высокими кредитными ставками, ну и, конечно же, с теми мошенничествами, которые сегодня у нас присутствуют. Вот буквально 6 мая была информация, что один человек смог оформить 11 на 100 человек онлайн-займы. И причем это он смог спокойно оформить, воспользовавшись документами, которые он вытащил в СМИ. Ой, в этом, в общем доступе. По мнению народной избранницы, снижение размера переплаты не даст ровным счетам никакого эффекта. Все сводится к легкости получения гражданами онлайн-займов. Так и есть. Герой нашего сюжетка нередко пользуется услугами компаний в интернете. Быстрые деньги не раз выручали парня. Срочно нужны были деньги, имеется в виду в течение получаса или часа. И в такой момент к мне на помощь приходила микрофинансовая организация. Они действительно помогли, можно сказать, в ту же минуту совершили транзакцию на мою карту. Я на тот момент брал 30 тысяч, если не ошибаюсь. И там переплата, если я бы вовремя оплатил, то там переплата где-то плюс-минус 7 тысяч сверху. На одного такого честного платильщика приходится 20 должников. Они в силу разных причин не могут или не хотят закрыть основной долг. А есть еще и пеня. Тогда-то они и идут к юристам. Только за прошлый год к Габиту Амирбекову обратились 150 человек. Он читает онлайн-займы болотом и раскрыл одну из мошеннических схем. Микрофинансовая организация выгодна, чтобы должник не оплачивал в свое время эту сумму, потому что у них растет пеня проценты. Допустим, если он взял 50 тысяч тенге, оно может вырасти до 150 тысяч тенге. Коротчайшие там сроки за 3-4 месяца. И эту сумму задолженность у них выкупают в основном коллектора. Коллектора выкупают и, как обычно, начинают звонить родственникам, угрожать и морально-психологически давить на человека до того, чтобы тот приехал и оплатил эту сумму. Вали летальные исходы из-за звонков коллекторов, люди совершали суицид. Свою позицию по этому поводу высказали и в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка. Специалисты считают, что запрет онлайн-кредитования не сулит ничего хорошего. Подобные организации могут уйти в теневой бизнес и работать мимо кассы. А ведь лицензированные онлайн-кредиторы неплохо так пополняют казну. Поэтому рубить с плеча нельзя. Тем более финрегулятор уже внес 6 поправок, одобренные Сенатом. В текущем году в рамках законопроекта по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг банковской деятельности предусмотрено снижение предельного размера переплаты по микрокредиту до 50 МРП в два раза со 100% до 50% от суммы микрокредита. Таким образом, если микрокредит выдан на сумму 153 150 тенге, то переплата по вознаграждению за основной период и с учетом пролонгации, а также начисленных пеней по причине просрочек максимально составит 76 575 тенге. Полным абсурдом считает инициативу и опытный финансист Андрей Чеботарев. По его мнению, ликвидация может привести к появлению коллекторов, а их никто не будет контролировать. Проблема не в онлайн-компаниях, а в отсутствии финансовой грамотности, говорит он. Кто не стоял с палкой, не заставлял загонять людей, они все прекрасно знали, читали. Понятно, что не все читали, но когда ты идешь, ты знаешь, что ты берешь. Ты берешь кредит. Кредит – это не дешевые деньги, это еще более дорогие деньги. Поэтому в данном случае налицо проблема не с микрокредитными, микрофинансовыми организациями, кроме того, что я отмечу, что на самом деле агентство достаточно зачистило рынок уже, если мы вспомним, 5 лет назад на этом рынке не было ни лицензий. К сведению, в стране сейчас работают свыше тысячи микрофинансовых организаций, в том числе 25 компаний, осуществляющих исключительно выдачу микрокредитов до 50 МРП в онлайн-формате. За первый квартал ими выдано 103 миллиарда тенге. Это 811 тысяч заемщиков. Из них 388 тысяч неплательщиков, которые задолжали онлайн-кредиторам 45 миллиардов тенге. Вот такая двояка ситуация с микрофинансовыми организациями складывается на сегодня. Диас? Спасибо, Дамир, за содержательный обзор. Об актуальных вопросах в сфере онлайн-кредитования нам рассказал Дамир Анитов. В этом году казахстанской полиции исполнилось 30 лет. Сегодня в честь этого события во Дворце Республики состоялся галла-концерт. На мероприятии участвовали Аким Алматы, Ербулат Досаев, представители МВД, полицейские и родственники погибших сотрудников правоохранительных органов. Моя коллега Айдана Нураш посетила торжественное мероприятие. Белые строгие рубашки, погоны, фуражка и аксельбанты. В торжественных прикидах зал Дворца Республики сегодня заполнили алматинские полицейские и курсанты. Мероприятие начали ровно в назначенный час. Все как на службе. Старт концерту дал знаменитый ансамбль Департамента полиции города. Затем на сцене прозвучали патриотические песни, посвященные тем, кто ценой своей жизни выполнил профессиональный долг. К сожалению, за годы независимости, в непримиримой борьбе с преступностью, свыше 800 сотрудников, в том числе 37 сотрудников Департамента по городу Алматы, погибли при исполнении своих служебных обязанностей. Особенно горько осознавать, что они отдали жизнь за свой народ и родину в мирное время, в молодом возрасте. На сегодня на страже безопасности мегаполиса задействованы свыше 6000 сотрудников правоохранительных органов. Главный полицейский города Канад Таймерденов лично поздравил подчиненных с праздником и отметил положительные результаты работы. К слову, свои поздравления стражам порядка адресовали и их зарубежные коллеги. Ежедневно в город для охраны общественного порядка у нас выходит около 2000 сотрудников. Они осуществляют охрану общественного порядка. На сегодняшний день криминогенная ситуация в городе Алматы стабильная, контролируемая. Идет тенденция снижения преступности. По случаям хочу выразить огромную благодарность Акимату за предоставленную такую возможность нашим сотрудникам. Про полицию сегодня говорят много. За спокойствием и безопасностью в стране они следят ежедневно. Так было и во время январских событий. Десятки полицейских погибли в тех беспорядках. Несмотря на все трудности, они продолжают выполнять свой профессиональный долг. Айдана Нураш, Сагандык Нарыков, телеканал Алмата. Свыше 5 миллиардов тенге задолжали государство алматинские автовладельцы. А многие ли знают, что налог на транспорт можно оплатить через мобильное приложение ЕСАЛ и Казамат? Новшество действует с начала года. Но что будет, если бы автовладелец не успел произвести оплату? Как узнать сумму налога? Эти и другие вопросы мы зададим главному специалисту отдела управления госдоходов Медеусского района Алматы Алмасу Джандарбекову. Алмас Рустимбекович, здравствуйте. Давайте разберемся, как исчисляется налог на транспорт и как узнать, собственно говоря, сумму налога? Во-первых, я хотел бы остановиться, кто является плательщиком. Плательщиком данного налога являются физические и юридические лица, которые имеют на праве собственность транспорт. Кроме прицепов, конечно. По данному налогу, кроме плательщиков, еще предусмотрены льготные категории. В основном туда входят ветераны войны, инвалиды, потом матери героини и так далее. Все эти категории в основном освобождаются по одному автотранспорту, который владеет. Порядок обложения данный налог начисляется в месячных расчетных показателях, который установлен на 1 января текущего года. В этом году он применяется 2,917 г. В зависимости от категории, налоги начисляются по легковым автомобилям от объема, по грузовым идет уже грузоподъемность, по автобусам посадочные места, по этим параметрам. И хотел бы остановиться еще на 40-х. Сроки уплаты установлены после окончания года, еще 3 месяца дается, 1 апреля. В текущем году мы облагаем прошедший период 2021 год. Физлица. Не позднее 1 апреля. Да, не позднее 1 апреля оплачивается. Также здесь можно остановиться, там бывает в течение года в основном машину продали, купили. В этом случае, конечно, каждая сторона свою долю оплачивает. Например, если машина... Да, по доверенности, если продана, в таком случае налог кому приходит? По доверенности, конечно, этот вопрос давно стоит. В этом случае многие, кто продали по доверенности, думают, что налогообязательство ушло, кому он передали. Но в нашем случае он закруплен законодательством. Пока не снимется с госучета, с регистрационного УДП, данный налог остается за ним. Что делать, если автомобиль продали несколько лет назад, а налог на него пришел только сейчас? Ну, видите, данный налог, он начляется как? По сведениям, которые нам представляет выполномочный орган ежегодно, до первого числа. Потом нами проводятся исчисления, и мы выставляем эти налоги. То есть пока данный налогоподтечщик не снимет с учета, этот налог будет за ним оставаться. А что будет, если автотранспортное средство не используется, оно находится на ремонте? Как быть с налогом? Он будет приходить? Ну, налог, конечно, будет приходить, но в этом случае ему надо будет воспользоваться. Сейчас утилизация проходит, она упрощенному порядку, если последние три года технический осмотр не проведен. То есть органы, которые занимаются регистрацией, их снимают. То есть надо воспользоваться и побыстрее снять машину. Спасибо большое за ответы. О некоторых вопросах налогообложения рассказал главный специалист отдела администрирования индивидуальных предпринимателей и физлиц управления госдоходов Медыгского района Алмаз Джандарбеков. В разработке методики по определению рейтинга Акимов областей смогут участвовать казахстанцы. Этот показатель будет зависеть от качества дорог. Предложения от жителей страны уже ждут в Комитете автомобильных дорог. Таким же образом в будущем будут составлять рейтинг регионов. Как внедрять новую методику и как на ее создание отреагировали автолюбители, расскажет Мира Альжанова. Впервые о рейтинге Акимов, который в первую очередь будет зависеть от качества дорог, заговорили на заседании правительства в середине мая. Тогда глава профильного ведомства КРБ Кускимбаев заявил, что отныне за долговечность дорожных полотен в ответе будут местные органы власти. Для этого и разрабатывается специальная методика. Методику мы разрабатываем. Основные здесь будут в первую очередь на качество дорог в области, когда он местный исполнитель будет, какие меры предпринял для улучшения качества, по дефектам, которые появляем, и удовольствия, допустим, инвалидам, какие они удовольствия делают, эти показатели будут учитываться. Ожидается, что методика будет создана в третьем квартале этого года. А рейтинг Акимов определят чуть позже. В создании системы оценки качества дорог смогут принять участие все казахстанцы. Достаточно только зайти на страницу Комитета автомобильных дорог и оставить свои предложения. Многие автомобилисты уже готовы высказать свои предложения. Часто в Кустана езжу. Там как бы, скажем, 50 на 50. Где-то хорошая, где-то прям ямы конкретные. Хотелось бы, чтобы было гораздо лучше. Как на Кокчетав. Такая ровная дорога, если едешь с положенной скоростью, уверенно. Удовлетворительно, конечно. Такого нет, ничего критичного. Единственное, что на Кокчетав, я не знаю почему, это убрали стоянки, кемпинги. Потому что раньше было намного удобнее останавливаться, с детьми ездить. И я не знаю, почему их убрали. А так, каких претензий, все отлично. В сторону Кокчетау идеально автобан. И в сторону Павлодара. Ну, со стороны Шанхая, вот, когда выезжать, ямы там. А дальше автобан отличный. Инициативу измерять рейтинг Акимов по качеству дорог поддерживает и ветеран дорожной отрасли Дамир Алимов. По его мнению, эта мера подстегнет глав регионов контролировать состояние автомобильных дорог. На местные дороги выделено было в 2020 году 14% от потребности на содержание текущей ремонта от норматива. 14% всего. На республиканских 48%. И вот, представляете, значит, в Актюбинской области из этой суммы использовали всего 5% от потребности, от требуемой потребности. А в западно-казахстанской 3%. То есть, поскольку специально за дороги не спрашивали, Акимы, те средства, которые первоначально планировалось направить на дороги, направили на другие цели. При этом, как утверждает эксперт, в Казахстане важно создать дорожный фонд. Увеличить также необходимо финансирование. По его подсчетам, чтобы отремонтировать все казахстанские дороги, потребуется около 2 триллионов тенге. Мира Альжанова, Нурлан Утигенов, Даниар Умар, телеканал Матэ Нурсултан. Лето – нелегкая пора для аллергиков. В рационе появляется множество ягод и фруктов, в том числе экзотических. А растения активно производят пыльцу. Все это может спровоцировать аллергическую реакцию. Более подробно о сезонной аллергии мы поговорим с доктором медицинских наук, профессором, председателем Республиканской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов Жанат Испаевой. Жанат Бахитовна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о причинах сезонной аллергии и что нужно делать, чтобы ее предотвратить. Сезонной аллергии причиной является пыльца. Пыльца деревьев, луговых трав, сорных трав. Их огромное количество, более 600 видов. И эта пыльца наносит аллергическую реакцию, воздействуя на слизистые носа, глаз, бронхов и всех других органов человека. Клинически проявляется, это заболевание называется поленос. Поленос от слова полен, пыльца. И это сезонное заболевание, оно характеризуется только в сезон цветения пыльцы растений. Сопровождается оно клиническими проявлениями. Клиникой ринита, это отделяемое из носа, чихание, заложенность носа, отделяемое из глаз, покраснение глаз, слезотечение. И наиболее грозное, это бронхиальная астма, когда у нас поражается слизистая бронхов. Это кашель, удушье, одышка. И эти заболевания, конечно, они несут, страдает качество жизни. Потому что, когда больные не могут выдохнуть воздух, когда они не могут дышать, когда у них постоянно наблюдают в следе течения глаз, то, естественно, очень тяжело больные переносят летний хороший, красивый период, когда люди наслуждаются ароматом трав, зелени. То наши больные этого делать не могут. Вот помимо пыльцы растений, да, есть ведь и фрукты, да. Вот как не спровоцировать аллергию? Значит, фрукты, овощи нашим больным мы рекомендуем давать не красно-желтые, а зеленые. Ну, все, видите, пыльца растений, она ветроопыляемая. Поэтому те фрукты, овощи, когда растут, допустим, цветут яблоневые сады, или вишневые, или урюк зацвел, они опыляются насекомыми. Их пыльца не является причиной, а является причиной их плод. Плод, эти фрукты, овощи, они, конечно, тоже провоцируют. Но причиной является в основном пыльца растений, деревьев, трав, вот таких вот вещей. Ну, поэтому в сезон такой вот летний хороший период, когда надо наслаждаться витаминами, то мы рекомендуем избегать, не злоупотреблять красными, там, оранжевыми, там, клубнику, малину, и стараться применять другие продукты, овощи и фрукты. Жанна Бахитовна, вот скажите, пожалуйста, в чем особенность детской аллергии? Чем она опасна? Детская, если у взрослых эти аллергические проявления проявляются не так жестко, у детей, например, маленький отек бронхов, он сразу вызывает закупорку, и дети начинают страдать и попадают в реанимацию из-за узости бронхиального дерева, из-за обильного кровоснабжения, и поэтому дети переносят тяжелее все эти симптомы. Но если вовремя лечить в детском возрасте, не допустить прогрессирования болезни, потому что первый год – это обычно только глаза слезятся или нос чихает, уже на второй, на третий год присоединяются бронхи, а это более тяжелые заболевания. Да. Вот многие люди, да, покупают противоаллергенные препараты, при этом не прибегая к рекомендациям врачей. Скажите, пожалуйста, к чему это может привести? Вот это неправильно, потому что нужно всегда наблюдаться у аллерголога, и аллерголог назначит правильное лечение. Берут они в аптеке обычно средства неотложной помощи, то, что быстро снимет у них облегчить состояние, и применяют они вот такие препараты, скоротечные, как Адинав и так далее. Они сужают сосуды, некоторое время облегчают, но потом возникает сухость слизистых, и это прогрессирует, ухудшает и приводит уже к более тяжелым симптомам, как заложенности, как бронхиальная астма. Поэтому аллергологи назначают правильную базисную противовоспалительную терапию, которую необходимо применять с самых первых дней болезни. Поэтому я рекомендую всем обращаться к аллергологам. Не применять такие препараты скорой помощи, которые просто в аптеке назначают. И назначают довольно-таки агрессивные, вредные препараты, которые нельзя назначать больным, особенно в детском возрасте. Жанна Адбахидовна, последний мой вопрос. Можно ли все-таки излечиться от аллергии? И возможно ли это? Ну, как вам сказать? Аллергические заболевания – это хронические заболевания. Их вылечить нельзя. Но их можно контролировать. Контроль – это есть ремиссия болезни. В наше время все аллергические заболевания контролируются и находятся под контролем в связи с хорошим, доступным, современным лечением. И поэтому это идет к ремиссии, это равносильно к выздоровлению. Поэтому, когда говорят, что можно ли навсегда избавиться, я говорю, нет, не навсегда, но можно всю жизнь жить и не страдать аллергией. То есть болезнь находится под контролем, контролируемая. Они – контролируемые заболевания. Спасибо вам большое, Жанат Бахиптон, за очень важный ответ. Спасибо вам большое. Успехов вам. Спасибо большое. О том, как уберечься от сезонной аллергии, нам рассказал доктор медицинских наук, профессор, председатель Республиканской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов Жанат Испаева. А мы продолжаем выпуск. Испытывающая тяжелые приступы эпилепсии Алма-Атинка просит о помощи. Более 20 лет Айнур Кубландиева борется со своей болезнью. Но все тщетно. С годами состояние девушки только ухудшается. Есть ли шансы побороть недуг и что для этого требуется, расскажет Ануар Мангельдинов. Так мучаешься. И твоя жизнь просто проходит с этой болезнью. Боль, слезы, страдания. Каждый день для Айнур Кубландиновой как испытание. У девушки сложная парциальная эпилепсия. Диагноз ей поставили в 11 лет. С тех пор у нее случается потеря сознания, судороги и панические атаки. С каждым годом болезнь только обостряется. Умрок падал, и зубы сломал со второго этажа. Глубы разбил, то есть синяки. И вот это все тебе надоедает. Эта болезнь так мучает тебя. Из-за болезни Айнур Кубландиева не может устроиться на работу и даже элементарно выйти на прогулку в парк. Ведь в любой момент может случиться приступ. Единственное место, которое посещает Айнур, это местная поликлиника. Девушке приходится регулярно проходить осмотр врачей, так как систематический контроль специалистов помогает снизить риск приступов. Количество приступов из года в год у девушки растет. С начала течения болезни и по сегодняшний день их число увеличилось в 4 раза. Чтобы не допустить прогрессирования болезни, медики прилагают все усилия. Важа состоит более 20 лет у нас на учете в поликлинике у невропатолога, у терапевта. Основной у невропатолога состоит на учете. Получает амбулаторное и стационарное лечение. Лечение получает с временными эффектами. Достичь необходимого эффекта можно, говорит мать Айнур Бибинур Ширалиева. Но только за рубежом. Свои услуги девушки предлагают врачи из Испании и Германии. Специалисты заверяют, что при получении соответствующей медикаментозной терапии и реабилитации болезнь Алматинки отступит. Однако для лечения Айнур необходимо 10 миллионов тенге. Болезнь моей дочери мне тоже один из факторов, которым я сподвигнула работать в медсоциальной сфере. Ко мне очень обращаются много людей с разными и заболеваниями, и проблемами. Я на самом деле очень много людям помогаю. Просить помощи для своей дочери мне было стыдно. А сейчас нет времени для стыда мне. Ее физическое состояние ухудшается с каждым днем. Мать Айнур Кобландиевой объявила о сборе средств. Бибинур Ширалиева просит всех неравнодушных протянуть руку помощи ее дочери. Реквизиты, куда можно выслать деньги, указаны на экране. Ануар Роман Гильдинов, Арсен Сандыбаев, телеканал Алматы. Уважаемые телезрители, делиться интересными новостями вы можете, позвонив по редакционному номеру 275 2048, а также отправлять смс-сообщение на наш ватсап 8 37 046 33 33. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова